Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Это самая праздничная программа «День пельмень»! И сегодня мы с вами будем праздновать День самолетика! Ура! Ну что, ребята, полетаем? Руки в стороны, в полет! Отправляем самолет! Для него родимый дом – это наш аэродром! Он проделал долгий путь, чтобы немного отдохнуть! Ну что, мои юные пилоты, давайте разбираться, какие бывают самолеты? Бывают кукурузники, истребители, пассажирские самолеты, самолеты, которые перевозят разные грузы. Девочки, а без чего самолет не самолет? В самолете есть стюардесса. Она говорит, здравствуйте, пассажир! Застегните ревни безопасности! Начинаем обратно на счет! Десять! В лед! То есть, без стюардессы самолет не самолет, да? Еще в самолете каждому есть крылья, а без них самолет не сможет летать. Покажи, какого они размера? Больше они такие, наверное. Ну, они еще большие. Самолеты очень похожи на птиц. Как вы думаете, на какую? Мне кажется, обычный самолет пассажирский похож на ласточку, потому что она так же красиво летит, как самолет. Мне кажется, что самолет похож на орла, потому что орел, он очень сильно кричит. Ребят, а кто летал на самолете? Было страшно? Нет, было очень интересно, и мы ездили в Турцию всей семьей. Чувствовала себя птицами? Нет. Нет? Нет. Я просто обожаю следить за облаками. Еще один раз, когда летал на самолете в Крым, я увидел много-много стекла. А это оказалось огромным небоскребом. Когда я летал на самолете в Москву, я видел красивые-красивые облака. Одни облака похожи на ежика, а другие на вилку, а другие вообще на тарелку. А из чего же можно смастерить наш самолет? Из пластилина. Ты уже делала такой? Мы с мамой делали один раз. Самолеты можно сделать из дерева и из железа, но из железа делают только профессионалы своего дела. Ну а мы с вами будем делать самолетики из бумаги. Если бы я был пилотом, я бы говорил вот так. Здравствуйте! Вы находитесь на борту нашего самолета Пегас. Через две минуты мы подъедем к мармеладному вулкану. Можно открыть иллюминатор и поймать одну мармеладку. Я бы полетала на таком самолете. Ну, у кого какие самолеты, делитесь, рассказывайте. Мой самолет называется «Ураган», потому что он очень быстрый. Он может весь мир прилететь за одну минуту. Я свой самолетик назвала «Радуга». Почему? Потому что он сам радужный такой. А куда он направляется? В радужный мир. А теперь самое интересное. Давайте же выясним, чей же самолетик улетит дальше всех. Давайте, вставайте. На старт. Внимание, марш! Поздравляем Ладика как главного конструктора самолета с победой! Ура! Ура! Увидимся совсем скоро! Пока-пока! Пока-пока! Для достижения высоких результатов в любом деле, эту работу нужно любить. Искренне, беззаветно и преданно. Высококвалифицированные врачи клиники «Дентомед» верны своей работе. И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами. Добро пожаловать в клинику «Дентомед». Звоните 55 55 55. А это берем обязательно. И без этого никуда. А это зачем? Пригодится. Ну что, к полету готовы? Поехали! Межрегиональная выставка товаров и услуг для детей и родителей. Планета Дети. В программе. День рождения Деткиц и Тор. Танцы с Деткиц. Конкурс рисунков. Розыгрыш призов. И много подарков. 12 мая. Чебоксаро-арена с 10 утра до 9 вечера. Ход свободный. Телефон для справок 211 711. Ноль плюс. С Avocado. Чебоксаро-арена с 10-тью. Еще раз. Продолжение следует...